Вы просили? Продолжаем! Всем привет! Это очередной урок из бесплатного курса по After Effects и сегодня мы научимся делать залупательные анимации от английского слова loop, цикл, цикличные анимации, которые повторяют сами себя. И выходит, что вся эта история звучит так, анимации, которые залупились. Пойдёмте смотреть. Этот урок – это продолжение бесплатного курса по After Effects на этом канале. Но есть небольшая проблема, я не помню, куда делся файлик из предыдущего урока, на котором мы остановились. Уж извините, столько времени прошло, а вы всё просите и просите. Продолжай, продолжай. Хорошо, тогда будем продолжать с пустым файлом, возможно, это даже и к лучшему. Не будем путаться среди большого количества каких-то непонятных слоёв, элементов, откуда всё пошло. Так, наверное, даже будет проще. Давайте с самого начала создаём новую композицию, либо нажимаем вот на эту кнопку, либо здесь вот, если у нас уже много всякого разного, тогда вот сюда нажимаем. Создать новую композицию. Композиция – это контейнер. Как-нибудь обзываем, обычно я пишу main. Размеры стандартные 1920 на 1080. Всё, контейнер мы создали, и в этот контейнер перекидываем какую-нибудь заготовку. У меня это вот такая вот длинная-длинная простыня, просто JPEG вот такой вот главной страницы одного из проектов, на котором есть несколько мест, подходящих для луп-анимации. Луп-анимации, которые сами себя повторяют. И вот одно из таких мест – кнопка play. Вот здесь я для верстальчика уже сделал такой намёк. Клёво было бы сделать кнопку, которая будет вот так вот с волнами, с такими расходящимися, да, будет привлекать на себя внимание. А здесь этих волн нету. Я их убрал для того, чтобы мы сейчас в After Effects всё это дело у вас произвели. Давайте начинать. Для начала нам нужно нарисовать круг, который мы будем анимировать. Выбираем ellipse. И вот здесь важно две вещи. Во-первых, нужно зажать shift, чтобы вместо ellipse получился круг. А во-вторых, обратите внимание, вместо новой фигуры на отдельном слое у нас получается маска для нашего фонового изображения. А это не то, что мы хотели. Проблема в том, что у нас была выбрана наша картинка, и мы начали рисовать маску. Чтобы этого не происходило, нам нужно просто-напросто снять выделение. Щёлкаем куда-нибудь по пустому месту. Либо если вот здесь вот будет много всякого разного и пустого места как-то не найти, то можно нажать F2, как подсказали в одном из предыдущих роликов. Я, например, не знал. Спасибо, ребята. Всё, выделение сняли. Теперь давайте рисовать. Где-то вот отсюда зажимаем shift и рисуем нашу фигуру. Сделаем её чуть меньше нашей заготовки. Где-то вот так стрелками на клавиатуре можно подвинуть, как там нужно. Теперь ставим по центру точку-привязку, относительно которой у нас будут происходить все наши анимации. Что вот это за штука? Давайте покажу быстренько. Это скрипт. Он лежит вот здесь. В скриптах Reposition Anchor Point. По умолчанию в After Effects его нету, но в одном из предыдущих уроков этого курса мы добавили, включили. Можете посмотреть, как всё это дело происходит и где его скачать. Нам тоже подробно на эту тему поговорили. Так вот, точку поставили. Всё, теперь вместо круга нам нужно сделать контур. Да, чтобы внутри было пусто, а был такой вот контур. К сожалению, Shift-X, который работает в Figma, тут не работает. Ребята, если вы вдруг знаете, напишите в комментариях, пожалуйста, как можно быстро поменять заливку и обводку. Я, например, не знаю. До сих пор я делаю это вот так. Захожу вот сюда, Fill, убираю Fill, захожу в обводку и включаю Solid, то есть одноцветную заливку нашей обводки. Вот всё получилось, то, что нам нужно. На всякий случай ещё по центру поставим, а что-то как-то нету. Вот теперь появилось. Всё, теперь можно это дело анимировать. Нижний слой давайте заблокируем, чтобы он нам не мешал, да, чтобы его случайно не выделить и не сдвинуть. Выделяем круг и будем его анимировать. Анимация волн. Что это такое? Это размер и это непрозрачность. Значит, нажимаем S, да, чтобы открыть Scale и нажимаем Shift-T. Shift для того, чтобы к нашему открытому Scale что-то ещё добавить. В данном случае T непрозрачность. Если мы будем без Shift-а, то, видите, они меняются местами. Opacity или Scale. А если мы зажимаем Shift, то мы можем вызвать и одно, и второе, и даже что-нибудь там ещё третье. Но в данном случае Rotate нам не нужен, поэтому оставим только Scale и Opacity. Давайте анимировать. Нажимаем на секундомер, на один, на второй. Мы таким образом добавили первые ключевые кадры. Нажимаем пробел, чтобы таймлайн побежал. Останавливаем и добавляем ещё одни ключевые кадры. Вот всё на месте. Выбрана непрозрачность в конце. Хорошо, тогда её и настраиваем. Сначала у нас 100% мы фигуру видим, а вот здесь у нас 0%, то есть фигура не видна. Если белое на белом сливается, значит нам нужно просто подправить размер его и увеличиваем как-нибудь на глаз. Давайте проверять, что же получилось. Ну вот, появилась волна, то, что нам нужно. Но, по-моему, жирновато. Давайте два пикселя поменяем на один. Как-то так. Да, вроде бы ничего. Всё, можно какие-нибудь ключи поставить с F9, чтобы у нас появилась такая анимация затухания. То есть сначала у нас не будет никаких изингов, а в конце они появятся. Видите, у нас сначала скорость идёт, а потом замедляется. Да, как будто волны вот так вот замедляются. Как раз то, что нам нужно. А вот по поводу скорости можно прикинуть. Если нам кажется, что слишком медленно, тогда нам нужно просто уменьшить расстояние. Чем расстояние между кадрами меньше, тем скорость происходящего, соответственно, выше. Поэтому просто перетянем куда-нибудь вот сюда и посмотрим. Ну вот, вроде бы то, что нужно. Классно. Каким образом можно сделать повторение? Можно просто сдублировать вот эту фигуру. Да? Мы нажали Ctrl-D, сделали дубликат и сдвинули её. Вот у нас теперь две такие фигуры. Но видите, мы же не будем делать так бесконечно, да? И потом ещё проверять, чтобы расстояние были одинаковое. Можно всё это сделать с одной фигурой. Нам нужно изменить выражение, то есть формулу нашей анимации. С ней всё в порядке. Мы настроили, всё прекрасно. Мы когда настраиваем какие-то анимации, что-то куда-то нажимаем, добавляем ключевые кадры, это всё дело программируется. Просто мы этот код не видим. Если мы нажмём на секундомер с зажатым Alt, мы сможем развернуть заготовку кода. И свернуть таким же образом. Если мы просто кликаем, тогда у нас обнулятся все наши ключи. И вот тут нужно быть внимательным, чтобы не забыть зажать Alt. Зажимаем Alt и смотрим, вот наша заготовка. Что у нас тут? Transform, Scale. Да, всё очень просто. Изменение размера. А в непрозрачности всё тоже очень просто. Изменение непрозрачности. Какое нам нужно выражение? Есть два варианта залупательной анимации. Ну простите, так звучит залупательная анимация от слова Loop. Есть два варианта. Cycle. Это по кругу. То есть мы проиграли анимацию, дошли до конца. Вернулись в начало и снова её вот так вот проиграли. Да, то есть по кругу залупили анимацию. Есть вариант пинг-понга. Когда мы проигрываем анимацию, доходим до конца и играем её в обратном направлении. И вот таким вот образом туда-сюда мы сделали пинг-понг. Как шарик теннисный туда-сюда летает. Давайте попробуем сначала Cycle. Выбрали вот это место, нажали Ctrl-V и просто куда-нибудь щёлкнули. Если мы нажмём Enter, то у нас тогда появится вторая строка. Поэтому просто куда-нибудь щёлкаем. Давайте смотреть, что получилось. А ничего не получилось. Как думаете, почему? На самом-то деле, видите, всё сработало. Вот одна, вторая, третья. Залупилась анимация. Просто у нас непрозрачность в нулях. Тут было 100% фигуры видно. А потом мы дошли до сюда. Здесь у нас 0. И вот в этом нуле мы сделали залупательную анимацию изменения размера. А непрозрачность-то мы ещё не поменяли. То же самое. Заходим с зажатым Alt-ом. Ctrl-V и куда-нибудь щёлкаем. Вот теперь должно всё получиться. Класс? Класс. Давайте попробуем пинг-понг вставить. Вот эти заготовки я напишу в описании ролика, чтобы вы не искали, не ставили на паузу, не печатали. Просто зайдёте в описание и скопируете. Ctrl-V, Ctrl-V. Давайте смотреть, что получилось. Вот такая вот анимация. В одну сторону играется, потом в обратную. Иногда есть места, где клёво подходит пинг-понг, иногда где сайкл. В данном случае, мне кажется, сайкл нам намного лучше. То есть у нас такие волны расходятся. Поэтому возвращаем, как было, сайкл. Можно это всё дело свернуть. Есть одна небольшая проблемка. Выглядит всё это немножко топорно. Да, то есть мы ждём, пока проиграется анимация, чтобы она опять появилась, опять. Ну как-то это скучненько. То есть оно-то вроде уже классно, но всё равно скучновато. Можно это всё дело быстро поправить. Выбрали наш слой и нажали Ctrl-D. Мы сделали дубликат нашего слоя со всеми настройками. То есть со всеми вот этими выражениями, которые мы добавили. Смотрите, вот у нас есть такой диапазон. Где-то по центру мы ставим начало следующей анимации. Она тогда дойдёт вот до сюда. То есть они будут друг друга вот таким вот кувырком дополнять. Смотрите, видите, уже стало в два раза интереснее. Классно же. Можно сделать такую двойную анимацию. Тогда мы ставим куда-нибудь поближе. Оп. Классно же. Согласитесь, класс. Или можно наоборот сделать двойное вот такое затухание. Вот оно в конце будет так вот затухать. Или можно сделать даже ещё третью анимацию. Сделать вообще вот такую вот какую-то. В общем, сами уже будете баловаться, как вам больше нравится. Видите, какая клёвая анимация. Можно сделать сначала двойную, а потом в конце ещё одну. В общем, тут уже кому что больше нравится, так и сделайте. Всё. Вот это мы настроили. Представим, что как-нибудь вот так вот в самый раз. Да? Из этого теперь классно было бы сделать компонент. Выбираем все наши три фигуры. Заходим вот сюда, в Precompose. Создаём новый компонент. ComponentPlay. Я всё рассказывал, как в Figma. Да, там компонент, тут эта композиция. Ну, мне кажется, это всё-таки компонент более понятно будет для тех, кто работает в Figma. Так вот, у нас появился контейнер с нашей вот этой вот анимацией. Контейнер принял такие же размеры, какие у нас были здесь. Да, вот у нас тут тысячи... Так, что-то съехало. Но это мы потом поправим. 1920 на 1080. И здесь вот 1920 на 1080. Но наша вот эта вот анимация, она же маленькая. То есть, вся вот эта вот белая пустота нам не нужна. Поэтому мы её сейчас обрежем. Заходим вот сюда, создаём новый Solid. Solid – это просто заливка цветом. Выберли какой-нибудь такой серый цвет и зафутболили в самый низ. Просто, чтобы увидеть, где же наши белые круги. Потому что они белые, на белом фоне просто не были видны. Всё, заходим вот сюда. Нажимаем Region of Interest. Да, то есть, выбрать нужно какой-то вот такой вот регион. И вот таким образом, как мы рисуем маску, нарисовали квадрат. Теперь заходим вот сюда. Композиция. Crop Comp. То есть, обрезать композицию по размеру нашего региона, который вот мы только что настроили. Всё. Обрезали. Немножко кривоватенько, поэтому выделяем все наши три вот эти фигуры. Ставим по центру. По центру. Если вдруг у вас не сработало, то значит у вас вот здесь стояло выравнивание относительно выделения. То есть, они относительно друг друга встали по центру. А нам нужно относительно композиции. Ставим композицию. По центру, по центру. Всё. Solid нам больше не нужен. Если мы оставим Solid, то посмотрите, что произойдёт. У нас этот Solid вот тут будет отображаться. Зачем нам такое? Правильно? Поэтому возвращаемся обратно. И Solid удаляем. Всё. Класс. Вот у нас есть заготовка. Так, тут у нас что-то съехало. Давайте сразу подвинем по центру. И вот наша заготовка. Кнопка Play. Поставим её по центру. Ну-ка, куда-то там уехало. И всё, стрелками как-то вот так вот немного пододвинем. Как-то вот так. Ну, вроде по центру. Всё. Возвращаемся в ноль. Кто не знает... А, нет, кривенько, да? Немножко кривоватенько. Вот, кто не знает, как вернуться. Home. Нажимаем Home. И тогда наш ползунок, где бы он ни находился, он вернётся в самое начало в нуле. Пробел запускаем. Смотрим, как наша анимация играет. Класс. Класс. Так как мы сделали композицию нашу компонентом. Заготовка это компонент. То мы её можем куда-нибудь скопировать. Представим, что вот этих волн у нас тут нету. Мы тогда просто делаем дубль. И перетаскиваем её сюда. Как-то вот тут по центру поставили. Возвращаемся в начало. И всё у нас теперь в двух местах. Вот, всё, анимация пошла. И самое интересное. Это же у нас компонент. Такой же, как мастер компонент в Figma. Мы можем зайти внутрь, провалиться, где-то что-то как-то вот так вот подвинуть. Как-то, не знаю, оставим две, например, да? Всё, вернулись обратно. И теперь и в одном месте, и в другом всё обновится. Видите? Осталось две волны. Вот так вот это всё дело клёво работает. Удаляем это отсюда. И пойдём в самый низ. Там у нас была карта. Пойдём вот таким образом. А, я думаю, что не так. Слой же заблокирован. Всё, разблокировали слой. Теперь выбрали его. Поставили по нижнему краю. Это просто, чтобы не скроллить туда вниз. Можно наоборот сразу провалиться вниз. И немножко наоборот в другую сторону отскроллить. Вот у нас есть карта. Всё, блокируем обратно. И здесь мы теперь будем анимировать метку. Покажу вам два варианта. Просто две идеи для того, как можно сделать клёвую анимацию метки. Что у меня тут есть? У меня тут есть тень от метки. И есть сама метка. Да? Выбираем тень. Ставим Reposition вот так вот по центру. А у метки поставим Reposition по нижнему краю. Прошлый раз у нас был Scale. В этот раз давайте что-нибудь новенькое. Например, Position. Так, для Position нам нужно место. Выбираем метку. Нажимаем P Position. А больше нам кроме Position ничего и не надо. Для этого всё. Нажимаем секундомер. Зажимаем пробел. Ждём плюс-минус, сколько нам там понравится времени. Добавляем второй ключевой кадр. И вот в этом втором ключевом кадре поднимаем просто нашу метку. Она будет у нас вот так вот подпрыгивать. Классно? Нет, не классно. Слишком мелко, да? Как-то вот так вот надо приблизить. Не мелко, а медленно. Думаю про одно, а говорю другое. Вот, подпрыгнуло. Нам нужно сделать анимацию пинг-понга. Туда-сюда. Да? Кстати, вот это, по-моему, F9 подойдёт. Или наоборот, вот это место. Ладно, мы потом решим, какое из этих мест сделать с изингами. Заходим вот сюда, берём пинг-понг. Копируем. Да что ж такое? Копируйся. Скопировали. Нажимаем Alt и на секундомер. Заходим вот сюда, Ctrl-V. На пустое место. Всё, сделали пинг-понг. Смотрите, что у нас происходит. Туда-сюда, туда-сюда. Так, возвращаем обратно. Делаем вот так. Скорости не хватает. В смысле, наоборот. Скорость слишком большая, значит, наоборот, времени не хватает. Вот, подпрыгнуло. Как-то не очень. Так, давайте посмотрим, где нам нужно F9. Вот здесь? Да, в самый раз. Там, когда мы подлетаем, мы замедляемся, да? А когда опускаемся, мы, наоборот, как бы ускоряемся. Значит, нам изинг нужен, когда мы сверху, да? Изинг – это замедление. Ну, вернее, изинги разные есть, но вот замедление – это один из вариантов. Вот, подпрыгнули, видишь, как классно. Но это всё клёво, но нереалистично. Давайте добавим реализма для нашей тени. Она у нас не исчезает. Да? Не исчезает. Заходим, так, в Home. Заходим в самое начало, чтобы посмотреть, где у нас были вот эти точки. Заходим теперь, выбираем теперь нашу тень. У неё будем менять непрозрачность. Нажимаем T. Добавляем секундомер. Вот в этом же месте поставили непрозрачность. То есть, поставили ключевой кадр. Возвращаемся обратно. Вот у нас теперь есть такие же, в том же месте, ключевые кадры. Всё, давайте анимировать. Когда у нас внизу, у нас тень видна. Когда у нас сверху тень, представим, ну, что не 0, а где-нибудь, не знаю, процентов в 10, например. Да? Да, теперь заходим опять сюда, вставляем наш скопированный ранее пинг-понг. И всё, давайте смотреть, что получилось. Видите, как клёво? Она подпрыгивает, и тень исчезает. Да? Стало реалистично? Реалистично. Но мне кажется, что было бы совсем уже реалистично, если бы мы ещё у тени добавили. Зажимаем Shift, нажимаем S. Scale. Добавим в тех же местах ключевые кадры. Когда наша метка внизу, тень максимально, да, видна, потому что вот совпадают вот эти штуки. Но когда метка подлетает вверх, вот эта наша тень, она должна немного сжаться. Ставим по центру. Ставим. Убираем вот эту привязку, чтобы изменить только X. Первое это X. И ставим, например, не знаю, давайте 60%. Заходим в Scale, нажимаем Ctrl V, чтобы вставить ранее скопированный пинг-понг. И давайте смотреть, что получилось. По-моему, то, что нужно. Да это же просто офигеть. Видите, как просто. Что мы тут сделали? Мы сделали Position, мы сделали непрозрачность, и мы просто изменили Scale. Причём мы сделали всё это. Так, давайте всё это дело закроем. Мы это сделали вообще, видите, просто в двух местах. По сути, мы сделали просто три ключевых кадра настроили. Но когда мы всё это вместе сделали, то посмотрите, насколько это реалистично, насколько это круто. Самое интересное, что из этого теперь мы можем сделать тоже компонент. Да, Duplicate. Это я уже нафиг мы переехал. Pre-compose. Давайте это будет Pin. Pin 1. Потом сделаем второй вариант метки. Pin 1. Окей, заходим сюда. То же самое нужно быстренько. Я не знаю, ребята, если вы умеете, как вот это вот сразу сделать нужный нам контейнер. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Но я всё это делаю вот так. Делаю быстро какой-то Solid, какого-то там серого цвета. Отправляю назад. Ищу, где наша метка. Всё, захожу в этот интерес. В этот. Как-то вот так вот обрезаю. Даже, наверное, можно вот так вот подогнать. Да. У нас же тень ниже уже не упадёт. Не упадёт. Проверяем. Даже можно вот так вот. И вот так вот подогнать. С одной стороны и с другой стороны. Всё. Теперь я иду в Composition. Кропаю. Кропаю. Тут по центру, не по центру. Там пару пикселей смещения. Ничего страшного. Всё. Удаляю Solid. Возвращаюсь обратно. И вот у нас появилась метка, которую мы теперь можем сдвигать. Смотрите, что получилось. Это у нас компонент. Мы можем его сдублировать. У нас теперь две метки. У нас теперь три метки. Класс. Класс. Но они, видите, прыгают как-то пачкой. Лебединое озеро какое-то. Надо всё это дело немножко сдвинуть. Чтоб совсем стало хорошо. Мы сдвигаем немного одну и сдвигаем немного другую. Но опять же мы сдвигаем на разные расстояния. Чтоб у нас не было симметрии. И вот в какой-то такой момент они появляются. Опять же, да. Они появляются резко. Зато со скоростью уже клёво. Чтобы не было вот этой вот дырки, можно всё вот это дело просто-напросто сдвинуть таким же образом туда, за пределы экрана. Как вам? По-моему, это обалденно круто. Класс? Класс. Так как у нас тут используется положение, то есть смещение, да, какое-то. Или по горизонтали, по вертикали. В общем, движение. А это у нас PNG-шки, то есть картинки. Можно для них добавить Motion Blur. Заходим в компонент, проваливаемся внутрь контейнера. И вот эта графа Motion Blur. Это у нас PNG-шка. Мы можем для неё и даже для тени добавить Motion Blur. Давайте посмотрим, что получилось. Видите, она теперь немного такое, какое-то разблюренное, да. Так как оно в движении, то сюда Motion Blur идеально подходит. Вот здесь она зависла, Motion Blur больше нет. Но когда сдвигается, вот Motion Blur добавляется. Видите, теперь это ещё более реалистично. Да? Да. Давайте вам покажу ещё одну идею для анимации. Так как у нас уже был Scale, была позиция, была непрозрачность. Давайте сделаем что-нибудь с Rotation, да, с ротацией. Тогда у нас уже будет весь набор всех разных. Их всего четыре. Вроде как. Вот. И мы всё тогда таким образом попробуем. Удалим одну вторую. Одну оставим на память. Зайдём вот сюда внутрь. Скопируем заготовки. Вернёмся обратно. И вставим наши заготовки. Куда они вставились? Эй, по центру, ну-ка. Вот. Куда-то они там непонятно вставились. Теперь всё это дело будем где-то вот здесь вот. А ты чего? Куда ты улетела? А вот. Вот и ты нашлась. Поехали сюда. Отцентрируем и будем анимировать. Анимация вращения. Значит нам нужно R. R это Rotation. Идём в нули. Нажимаем на секундомер. Запускаем. Останавливаем. Добавляем ключевой кадр. Заходим в настройки вращения. Здесь в нулях у нас будет. Сколько у нас будет? Ну тут просто вот как-то вот так вот. На глаз мы это всё посмотрим. Чтобы вот оно легло на бок. Или даже можно вообще не ложить совсем. А как-то вот так оставить. Да. Чтоб оно наклонялось. Ну чтоб оно прям вообще не валилось. В данном случае, да. Это будет перебор. Ставим минус 18. Идём вот сюда. А здесь тогда получается нужно поставить 18. 18, да. Посмотрим. Вы уже догадались, что у нас будет происходить? Наверное догадались. Тогда возвращаемся обратно. Ну вот вроде бы скорость нормальная. Идём сюда. Копируем PingPong. Там уже наверное слетело. Буфер этот слетел. Заново скопируем. Возвращаемся сюда. Заходим Alt и клик. Вставляем. Смотрим, что получилось. PingPong. Так. В каком месте нам нужно F9? Наверное вот в этом, да? И в этом тоже надо F9. Потому что у нас PingPong. А у нас же сейчас... У нас нет такого, что мы приземлились, остановились. У нас есть наклон. А наклон у нас с одной стороны замедлился. А с другой стороны нет. Значит в данном случае нам нужно и там и там F9 нажать. Вот. Уже не валяшка. Видите, какая клёвая. Всё. Теперь нам нужно подогнать нашу тень. У тени Position. Position. И можно даже не прозрачность. Давайте P и T. Так. Нажмём P. Потом Shift-T. Идём в нули. Сначала мы будем смещать позицию. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Идём вот сюда. Вставляем ключевой кадр. И теперь обратно. 6 плюс 6. 12 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну-ка. Заходим сюда. Вставляем Ctrl-V. И проверяем, что получилось. Смотрите. Это же просто офигенно. Да, но оно немного не совпадает, потому что у нас у метки есть изинги. F9 мы нажимали. А здесь изингов нет. Нужно тоже добавить изинги. И вот теперь оно совпадёт. Насколько это шикарно. Это вообще просто шикардос. И можно сделать ещё непрозрачность попробовать. Тоже в самом начале ставим. В самом конце у нас будет 100%. А вот здесь посередине добавим ключевой кадр. Так, у нас тут несимметрично получилось. Да? Вот так. И вот здесь посередине мы поставим, например, не 100%, а 80%. Когда у нас наклоняется поближе, тень темнее. Правильно? А когда поднимается, тень вот эта, она менее активной становится. Вот попробуем это всё дело провернуть. Как-то не особо заметно. Почему? Потому что 80, 100. Давайте поставим, например, тут 80, в конце 80. А здесь по центру поставим, не знаю, например, 20%. Будет ли заметно? Вот теперь кажется, да. Во! Правильно. Незаметно, потому что внутрь надо же провалиться и поставить пинг-понг. Теперь посмотрим. Да. Всё работает, но всё-таки нужно вернуться вот сюда и поставить вот здесь. Меньше разницу. 20, 80, слишком много. 40. Ну вот уже 40, уже что-то где-то классно. Класс. По-моему, это офигенно. Давайте вернём всё это дело обратно. Всё это дело теперь опять свернём. Вот это мы превратим тоже в новую метку. Прекомпоз. Пин 2. Опять быстренько таким способом моим. Дедовский способ. Я, ребята, не знаю, как делать по-другому. Мы можем, например, накидать какую-нибудь пин 1 куда-нибудь сюда. Пин 1, например, куда-нибудь вот сюда. Например, как-то вот так. А пин 2 можем куда-нибудь ещё вот сюда поставить. Давайте смотреть. Так, эти, которые пин 1 мы куда-нибудь сместим. Пин 1 тоже куда-нибудь сместим. И пин 2, например, тоже куда-нибудь сместим по таймлайн. Вот теперь будет класс. Согласитесь, залипательные, залупательные анимации. Поддержите лайком, если было полезно, если понравилось. Вам не жалко, а мне приятно. Я же для вас стараюсь. Я это всё знаю, давно уже делаю. А вот видите, рассказал, записал, смонтировал, чтобы вы тоже знали, умели. Давайте друг друга поддерживать. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы вообще этим автор эффектом. Или это всё какая-то непонятная программа. И давай сюда скорее фигму. Скоро увидимся, слышимся. Пока. Классные получаются анимации, правда? Особенно учитывая, что они получаются практически из ничего. Просто где-то немного размер увеличили, где-то положение, где-то какие-то вращения, наклоны, непрозрачность. Главное понять, что с чем сочетать. И тогда можно делать очень-очень просто, быстро вот такие классные реалистичные ништяки. Всё, я пить воду. Скоро увидимся. Пока.